Важным для всех нас в вопросе, кого считать евреем, да? И мы говорили, что существует много разных мнений по этому вопросу. Одни говорят, что евреи это потомки Авраама, Исаака и Якова, да? Генетические потомки. Вот, ну тогда мы начинаем думать. Хорошо, Авраам, Исаак, Яков. Но Авраам, помните, вышел и приобрел какие-то души для Господа. И что же, эти души куда делись? Они стали евреями, правда? Они стали евреями. То есть мы уже в самом обществе племени Авраама видим евреев и неевреев, да? Которые были в единстве. Когда мы смотрим Моисея и выход евреев из Египта, если бы вышли только евреи, да, никаких бы проблем не было. Но мы посчитали, что около 600 тысяч было евреев, но было 70 человек, 10-ти тысячников. Значит, общее количество, я опять имею в виду взрослых, дееспособных мужчин, да, было 700 тысяч. Что же стало с этими 100 тысячами? Что, они были второго сорта? Нет. Они тоже стали евреями. То есть я хочу вам объяснить, что всякие, вот некоторые бывают равенны. Опять, расизм наоборот. Они говорят, что только потомки евреев, они евреи. А некоторые говорят, что только те, у кого матери евреи, да, они, значит, являются потомкой евреев. Ну, с этой стороны, скажем так, хорошо, Авраам стал евреем, на ком он был женат? Да, а Сара кто? Ну, хорошо, Бог сделал Сара еврейку. Но Исхак был женат? На Арамейке, на Вавилонянке, если бы так, скажем так, по этническому признаку, да? Хорошо. А Яков на ком был женат? На Араме. Хорошо, возьмем 12 наших праотцов. Значит, у них что, кто же, если был только Исаак евреем, и 12 его сыновей были евреями, ну, еще Дина там где-то была, да, сбоку, чертова дежуна. 12 сыночка и лапочка дочка. Так, а на ком были женаты? На ком были женаты наши праотцы? А? Вы видите, если исходить, что евреи это потомки евреек, вы знаете, у Хасидов есть даже такая вредовая идея, что окажется, к каждому из наших патриархов родилась сестра, и они женились на своих родных сестрах. В Торе это не было. Ну, это еврейский расизм в детстве. Вы понимаете? То есть, были евреи, были потомки еврея Авраама, были евреи, родившиеся с потомками Авраама, были евреи, которые вообще никакого отношения к потомкам Авраама не имели, или самое далекое. Но они принимали Бога Израиля, да? И это обетование нам, и ближним, и дальним, кому призовет Господь. Господь. Правда? Вот. И кто же становились эти люди? Тоже евреями, да? Видите, согласно даже постановлению равенов, то те, кто принял иудаизм, они становятся абсолютно такими же евреями, даже если их нету ни капли еврейской крови. Но, опять-таки, равены ограничивают какой иудаизм? Их равенистический иудаизм. Хотя мы знаем, что форм иудаизма, пожалуй, не меньше, чем форм христианства. Одних хасидов около 50 разновидностей. Вот, чтобы вы знали. Хаббат это наиболее распространенный, есть соборские хасиды, есть, чуть ли не в каждой деревне были свои хасиды. То есть, очень много групп. То есть, и были эфиопские евреи, да? Мы говорили, караимы. То есть, это этнические кто? Крымские татары. Ну, может, там чуть-чуть немецкой и еврейской крови у них и было. Были многие русские, которые добровольно принимали иудаизм в полной или в частичной форме. Их называли иудействующие или жидовствующие. Были многие, которые принимали некоторые формы иудаизма, некоторые принципы иудаизма, не порываясь христианством. Да? Вот эти жидовствующие христиане. Евреи их не считают евреями. А как их считает Бог? А где те десять колен, которые исчезли? Да? Вот когда писал Иеремия, Иеремия писал, Иеремия 31 дробь 31, это основа нашей теологии, мессианская и еврейская, да? Что Новый Завет, именно Еврейский Завет. И когда писал о Новом Завете Иеремия, очень интересно, не сказано, я заключусь с потомками Авраама. Или Бог не сказал, я заключусь с евреями. Или Бог не сказал, я заключусь с иудеями. Потому что в то время иудеи, это считались потомки иуды, да? Потому что в то время было два царства, иудея и Самария, и северное царство, было в это время уже сто лет как разрушено, когда писал Иеремия, да? И что тогда получилось? Бог говорит с домом Израиля, и как? И с домом Иуды. Дом Иуды, все знают, да? Это потомки Иуды, потомки Вениамина частично, которые в то время сохранились. Но где же уже в то время был Израиль? В России, да? Поэтому говорят, что евреи, находящиеся в России, называются россиянами. Значит, с россиянами заключит Бог союз, да? Видите, как интересно. Значит, где же дом Израиля? И очень интересно, если кто-нибудь будет искать у себя еврейские корни. Знаете, если хорошо поискать, то всегда можно найти. Поэтому мы сегодня будем говорить о разных группах, да? Евреев, полуевреев, четверть евреев, которые имеют какое-то отношение к иудаизму, но которые не являются евреями, да? Как на них будет смотреть Бог? Для того, чтобы подумать, кто может быть евреем. Поэтому то определение, которое дают раввины, что это либо люди, признающие раввинистический иудаизм, либо рожденные матерью еврейкой. Но это парадокс. Если у меня бабушка еврейка, то мама, допустим, еврейка. И я еврей. Если у меня дедушка еврей, то мама у меня не еврейка. Правда? И я не еврей. Очень интересные вообще возникают такие проблемы. Вот мы сегодня этой группой и будем заниматься. Итак, значит, кого мы будем считать евреем? Кого мы будем считать евреем? Мы говорили, что евреи – это не раса, потому что, я вам показывал, есть евреи желтые, есть евреи негры, да? Абсолютно стопроцентные негры. И есть евреи белой расы и любой другой расы. И евреи – это не этническая общность. То есть, люди, которые генетически связаны друг с другом. Евреи не могут быть так же культурной общностью. Потому что у сефардов своя культура, у ашкеназов своя культура, мы говорили, у восточных евреев своя культура, и эти культуры очень сильно отличаются. В то же время, они имеют очень много общего с культурой тех народов, среди которых они живут. Вот. Есть такое определение, значит, что люди одного этноса признают единство своего происхождения и сознают себя отдельной самостоятельной общественной группой. К такому определению придерживался Бен-Гурион. Помните, когда образовалась Израиль, государство, премьер-министра Бен-Гуриона спросили, кого считать евреем? Говорит, тот, кто настолько сумасшедший, что считает себя евреем, тот и еврей. Но вы знаете, тогда в Израиль не очень было выгодно ехать. Правда? Вот. Потом, после развала Советского Союза, люди стали думать, где им жить. И где угодно, хоть в Германии, хоть в Израиле, только чтобы не на Советской земле. Вот. Ну, знаете, есть так, Горбачев с Андроповым обсуждают тему. Спрашивает Горбачев Андропова, Игорь Владимирович, сколько у нас евреев? Говорит, два миллиона. Ну, а если мы границы откроем, сколько в Израиль выйдет? Думаю, миллионов двадцать. Правда? Я же говорил, что посчитать евреев невозможно. На Украине, да, было пятьсот тысяч евреев. Выехало в Израиль пятьсот тысяч евреев. Сколько евреев осталось? Да, по переписи государства, которая была в 2000 каком-то там году, пятьдесят тысяч евреев. Но, когда посчитали, сколько евреев получают гуманитарную помощь из Израиля, от синагог, оказалось пятьсот тысяч. То есть, я еще раз говорю, евреев посчитать абсолютно невозможно. Но, в 1957 году вот это определение Бен-Гуриона было забыто, и в Израиле принято было такое решение, что еврей, евреев является тот, у кого тот, кто иудей по вероисповеданию, или у кого мать еврейка. В результате этого внучка Бен-Гуриона, не Бен-Гуриона этого, Теодора Герцля, основателя сионизма, оказалась не еврейкой. И ей через суд пришлось доказывать, что она имеет право жить в Израиле. Можете себе представить. То есть, абсурд, абсолютнейший абсурд, если считать такое определение. Но, с другой стороны, если каждый займется себе евреем, это тоже не совсем бывает правильно, да? Вот. То есть, что-то должно быть важное. Еще евреи отличаются мы читали недавно книгу Эстер, да, от других народов тем, что они не смешиваются с другими народами. Вот, книги Эстер первые евреи названы иудеями. И поэтому некоторые спорят, или иудаизм, ну, иудаизм роминистический, действительно, сформировался во время вавилонского пленения, либо это относится к иудеям только как к потомкам колена иуды. Видимо, и то, и то определение правильное. Но есть такое определение, интересно, что евреи, да, отличаются от всех других народов. Эстер 3, 8. И сказал Аман царю Артаксерскую, есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Правда? Интересно. Что благодаря антисемитам наш народ не рассеялся среди других народов. Были некоторые народы, которые лояльно относились к евреям, и, вы знаете, евреи часто в этих народах рассеивались. Но Бог создал антисемита, да, создал щуку в море, чтобы карась не дремал. И благодаря антисемитам евреям сохранили свою особенность, свои отличия от других народов. Еще по другим мнениям, это мнение Артамона, принадлежность человека к данному народу определяется обстоятельством его рождения, происхождения, и, главное, воспитанием, обучением, в процессе которой человеку прививаются черты той этнической среды, в которой он оказался. То есть, говоря, проще человек в детстве выучивается на бразильского индейца, или китайца, или шведа, или украинца, или малайца, или египтянина, да? Да, маланцы мы вчера разбирали, кто такие маланцы, да? Оттого, что их очень много. Маланта. То есть, есть очень много разных и интересных мнений по этому вопросу. Итак, евреи это не нация и не вероисповедание. Потому что есть многие евреи не иудеи, есть многие евреи атеисты, есть многие евреи буддисты, и их все равно считают евреями. Но почему-то еврея, принявшего Иешуа Мессии, Иисуса, сразу исключают из еврейства. Вот. И это очень плохо. Правда? То есть, евреи не являются чистой расой. Евреи не являются чистой расой. Мы можем видеть разные группы. Вот я вам хочу почитать некоторые исторические эксорсы о евреях и людях, имеющие еврейские корни. Вот меня спрашивают часто, где вот эти десять колен Израиля, да? И какое из народов больше всего подходит под эти десять колен Израиля рассеянные? Прежде всего, это надо называть пуштуны. Пуштуны, патаны или пуштуны, составляют большинство часть талибанов в Афганистане и могут быть потомками одного из утерянных племен Израиля. Доктор Уэйл сообщает, что некоторые из патанов прикрепляют мезузы на дверных косяках, носят вышитые куртки с изображением миноры, зажигают свечи вечером пятницу и обрезают мальчиков на восьмой день. Они себя называют Бани Израиль, дети Израиля и утверждают, что они произошли от потомков внука короля Саула, то есть внука Саула Афгана. И в 662 году они пришли в места, известные теперь как Афганистан. То есть внук короля Саула был Афган. И это люди из колена, да, из Вениамина и Ефрема. Колена Ефрема это было самое сильное из всех колен Израиля. Еще чем они отличались? Они были, помните, очень воинственные. Они воевали против всех соседей, в том числе и против иудеев. Они никому не хотели покоряться, кроме своих царей. И они были очень гордые. Помните, гордость Ефрема, даже есть определение. Подходят пуштуны под это? Видите, само слово пуштун, это что? Означает большой простой. Пашут простой, N суффикс, да, означает большой. Большой простой, то есть сильный мужик. Пуштун, по-нашему, можно было бы назвать сильный мужик. и они говорят, что мы все евреи. Вы знаете, что вы пуштуны из Афганистана, из Израиля. В Афганистане разговаривают на двух основных языках, дари и пушта, говорящие на пушта и называются пуштунами. Их около десяти миллионов, из которых примерно шесть миллионов живут в Афганистане, а остальные в Пакистане. Причем искусственная граница здесь часто нарушается. То есть одни племена туда переходят, другие туда. Помните, я вам рассказывал, что таджиков самих в Таджикистане меньше, да? Больше их в Пакистане и в Афганистане таджиков, чем в Таджикистане. Пуштуны подразделяются на ряд племен. Самые большие из них племя Дуранис, помните, я вам показываю вчера, из области Кандагар и племя Гилзаяс в районе Кабула. Премя Дуранис традиционно считалась социальной и политической элитой страны. И них есть библейские имена Исаак, Израиль, Давид, Сулейман, Муса, Моисей. И некоторые имеются клан Мусы, клан Юсуфа, Иосифа. И стандартный ответ любому, кто просит о помощи, рассказывает о своих бедах. Они говорят Харферами, Рамуса. На каждого фараона есть свой Моисей. У них гостепринцип гостеприимства, верность данному слову и принцип око за око. За злодеяние следует стить, и за каждую взятую врагом жизнь надо платить той же монетой. Вы знаете, что пуштуны не были покорены ни одним из племен. Если бы Чингисхан поссорился с пуштунами, он бы никогда не завоевал Азию и его потомки не владествовали бы на Украине. Почему? Потому что незадолго до похода Чингисхана на пуштунов напали Самарканда с Узбекистана. И пуштуны стали их врагами. Пуштуны провели через перевалы 25-тысячную армию Чингисхана. В результате Чингисхан практически завоевал весь мир. И пуштуны не могли покорить англичане. Даже у Киплинга есть такое стихотворение «Мост через реку Кабул, где товарищ мой утонул». И вообще это кончается словами «Никогда не ходите на реку Кабул». Пытались русские, два раза русские пытались завоевывать Афганистан. Первый раз это было в середине 19-го столетия, когда Хива, Бухара, все вот эти государства средней Азии пали. И русские двинулись на Афганистан. Все. Не тут-то было. Второй раз Афганистан пытались завоевать русские уже в наше время. И все равно их не пустили. Сами о себе пуштуны говорят, что они, когда придет Машиях, обязательно вернутся к вероисповеданию. То есть иудейскому вероисповеданию. Что интересно, хотя они являются мусульманами. Пуштуны сохранили еврейскую символику и ритуалы. Подобно и религиозным евреям, они отращивают на рисках пейсы, писатые маджахеды, используют молитвенную накидку талит с кистями цицид, которое они называют местом для молитвы. Жой-намаз. Они делают обрезание мальчикам не в 13 лет, как мусульмане. А почему мусульмане делают в 13 лет? Измаил был обрезан в возрасте 13 лет. Совершенно верно. А на восьмой день, как евреи. А евреи почему на восьмой день? Семь раз обрежь, один раз. Семь раз отверт, да? Один раз обрежь. На свадьбах пуштуны подобно евреям используют балдахин, хупа, а в шаббат, который у них называется святым днем, они зажигают свечи. В шаббат они не работают, пьют вино, что исламским законом запрещается. У пуштунов есть колено гад, гадон, и израильчане встречают их с еврейской надписью в литве «Шпа Исраэль». слушай, Израиль. Африканские евреи, поселившиеся в Эрице Израиль, а, нет, это уже другое. То есть, у пуштунов, значит, есть очень много еврейского, правда? Хорошо. Теперь еще поговорим о китайцах. Казалось бы, где евреи, а где Китай? Но была такая интересная штука. Великий шелковый путь, да, он где-то примерно сформировался в шестом веке нашей эры и просуществовал и в монгольское нашествие, только уже в более поздние времена, после эпохи Тамерлана, уже постепенно, постепенно снизошел, но нет. Но Великий шелковый путь, это было очень интересно. Из Европы везли, что золото, прежде всего, Римская империя не могла дать ничего, кроме золота. Поэтому Римская империя пала. Потому что с Востока евреи привозили шелка, а хознатные римлянки очень любили шелка. Вы кто-нибудь смотрел историю вот этот Максимус, как этот гладиатор, да? Ну, там, конечно, история немножко перевранная, но Максимус это Максимин, в отличие от той истории, которая в фильме, он таки стал императором, и он был не итальянец, не ибер, а был фракиец, ну, это мелочи. Но самое интересное, что тогда, это примерно 260-й год нашей эры, Римская империя достигла величайшего своего успеха. но потом, в течение 60-ти лет, Римская империя оказалась разорена. Из-за чего? Евреи, братцы, евреи. Римляне отдавали своим женам деньги на шелка, и в конце конца не стала платить. Золото Римской империи не оказалось. Откуда взялась шерсть в Англии? И все тонкорунные английские овцы и так далее. Потому что Англия была очень бедной страной. И задолжали много евреям за крестовые походы, деньги потом этих евреев в конце концов из Англии изгнали. Но для того, чтобы заплатить за восточные товары, нечего выращивать в Англии. Но ценная хорошая тонкорунная шерсть. И помните мы говорили съели овец. Люди в Англии съели овец. Если не было евреев с их товарами, то в Англии до сих пор было бы натуральное хозяйство и никакой промышленности. А так шерсть, значит надо делать ткацкие станки для обработки и так далее. Русь оказалась в очень выгодном положении. Русь оказалась очень выгодно положение. Мед, меха ценные, с севера варвань, то есть членный жир, добывалась моржовая кость, бивни, то есть ценные товары. И в результате маленькая страна Биармия, это теперь Перм, оказалась одной из наиболее богатых стран. И для того, чтобы оплачивать товары с востока, образовалось такое первоначально еврейское общество Ганза. Ганза вот стало именоваться, да, это было шесть городов, где в основном заправляли евреи. Удивительно, что Новгород почему-то оказался вместе с Татгольфом, с Бременом, Данцием и другими государствами, да, это Ганзе. Шесть еврейских купеческих городов объединились. Потом, естественно, эти евреи приняли христианство, Ганза, как такое государство-государство, оно имело даже свой флот против пиратов, просто существовало аж до войн Наполеона. Они строили свои каналы, это было бочное, богатое, купеческое государство, такая международная корпорация. Но Ганза означает, и есть такое имя, Ганза, рыбка, Ганзе, любка, да, основа гениза, сокровище. Я вот недавно смотрел фильм про Японию, про Эда, видите, Киото, оказывается, назывался до этого город мира, то есть Иерусалим, только по-японски. А в Эда, которая стала потом Токио, был богатый купеческий район, и он сейчас до сих пор называется, как он называется, Гинза. Где славяне и немцы, где японцы. Удивительно, да? И вот эти караваны, которые шли с востока, на востоке город Кайфынь, от слова Хайфа, да, там были евреи. Евреи были в то время как евреи-иудеи, так и евреи-христиане. Потому что в то время среди евреев было немало христиан, в особенности на востоке. Причем они так не делили друг друга и не дрались друг с другом, как наши евреи и христиане. До 4-5 века в синагогах вполне ходили и христиане, и евреи друг к другу. На западе были такие торговые еврейские города, Бейершева, Варшава, да, а также город, который назывался Талит или Талес, отсюда Талес, Тулуза, и Талит, это город Таледа. И там заканчивался великий шелкновый путь. Евреи брали себя охранников, которые могли быть евреями и не евреями. И эти охранники назывались хазаким сильные или казаки. Отсюда и пошло сословие казаков. Еще этих людей называли семурен люди с цветными глазами, потому что среди этих хазаким было немало голубоглазых. И самураи примерно в то же время в 8 веке нашей эры появляются и в Японии. В это же время появляются знаменитые кавказские булат или дамасская сталь, и никто не знает, что раньше где появилось. И тут же в городе Толеда изготавливаются знаменитые толедские клинки. И еще город оружейников Тула. Интересно, да? То есть видите, какая история связывает евреевские торговые караваны. Но кроме евреев, которые появились в 6-7 веке в Китае и довольно ассимилированных, были многие евреи, которые переселились в Китай в 19-м веке, в 20-м веке, связаны с китайской восточной железной дорогой, связаны с испансией России на Маньчжурию, помните, то есть там были две этнические группы. После краха, да, еще говорят про Конфуция, некоторые шланы из колена шара, я вам рассказывал, да, то есть это был удивительный философ китайский, жил он примерно во времена пророка Исаии и удивительные вещи высказывал, очень похожие на то, что говорится в устной торе. В Китае после 1912 года, когда была там уничтожена монархия и образовалась Республика Китай. Да, как называлась Республика Китай? Го Миндан. Го это понятно, да, государство, Миндан из колена Дана. Это моя шутка, конечно. Да, но, кстати, слово колено, чтобы вы знали, которое переводится, я вот искал, торе его нету, там разные есть слова, которые переводятся словом колено. И одно из них мин из чего-то. Так что Го Миндан это из колена Дана. В 10-20-х годах еврейские предприниматели играли немалую роль в экономической жизни Китая. В 1931 году японцы захватили Манчжурию и начали угрожать стране. Евреи частично свернули свои сицы и выехали за границу. В это время очень много евреев сосредоточивается в Харбине и Шанхае. Харбине и Шанхае. Да. И вот интересная вещь. Вы знаете, что в книге Исфир говорится о женщине, которая вышла замуж за царя и тем самым помогала еврейскому народу. Такие случаи очень много раз было. И в испанских династиях, и даже в русских династиях мы наблюдали такие вещи. Я вам расскажу о князе Владимире. И вот интересным была еврейская китайская семья по фамилии Сун. Одна из сестер вышла замуж за доктора Сунь Яцена, который сверх многовековую китайскую монархию и стал первым президентом республики. Другая сестра вышла замуж за генералиссимуса Чанкайши, президента Китая. Вдова Сунь Яцена стала крупной деятельностью в маоистском Китае и прожила долгую и плодотворную жизнь. С Чанкайши вышла интересная история. Сын Чанкайши, если его жена еврейка, кто он был? Еврей. И он поехал на учебу в Ленинград. Потому что первоначально русское сталинское правительство хорошо относилось к Гоминдану. Но потом она сделала ставку на коммунистов и сын Чанкайши, который учился в Ленинграде в университете и женился на русской еврейке, был репрессирован в концентрационные лагеря. После реабилитации он вернулся на Тайвань и стал президентом Тайваня, заменив своего отца. и в результате Тайвань добился удивительного и небывалого процветания. Видите, те страны, в которых евреи были, а в каких странах нет евреев? Я не знаю. Я такой страны не знаю. Как песни поется. Знаете, говорят, что есть одна страна, где нет цыган. Это Китай. Но там говорят, цыган нет, и воробьев нет. Потому что была такая политика там всех. Воробьевцы стреляли, а цыган трудовые лагеря создали. Короче, единственное в странном мире, где нет цыган, это Китай. Но евреи там в Китае есть. Так и да. Даже в Антарктиде скорее всего есть евреи. Если там хоть какие-то люди живут. Правда? Нашли даже среди эскимосов Гренландии евреев. Последний Рябовичевский Рэбе Равиш Лейсон, он сказал, чтобы не пропала ни одна еврейская душа, надо поехать ко всем евреям мира и рассказывать иудаизм, хасидизм и так далее. И послали разные экспедиции обнаружили евреев среди Амазонии и где-то в Малайзии и где-то в других странах. Удивительные вещи. Но и даже среди эскимосов не было ни одной страны, гений обнаружили вы. Так, хорошо. Вот. И помните, я вам говорил, что в Кайфине уже в наше время, уже в 80-е, 90-е годы объявили, что Кайфинь, да, это город евреев, и решили, они потребовали гражданства. Мэр города Кайфина получил израильское гражданство. Ну, еще несколько человек. Но когда подумали, что приедут туда полмиллиона китайцев в Израиль, то, знаете, это будет как в том анекдоте. Я вам рассказывал, да? Вот. На улице имени Мао-Дзидуна, бывшей, Нерибасовской, на угол Хаа-Гафенда, выше там Карла Маркса, в кафе Алые Парусах, в кафе Аллея Твосток, бывшие Алые Парусах, сидят два китайца, один другого говорит, знаешь, Хайф, а при русских лучше было, не надо было шириться. И очень интересно, что в Шанхай прибыло 16 тысяч беженцев, евреи в 1943 году. В то время, когда Гитлер оккупировал Прибалтику, когда Гитлер оккупировал Прибалтику, оказалось, что в Литве, Латвии, вы помните, было очень много евреев, да? И в Вильнисе был один человек, который считается сейчас праведником мира, это был консул китайский, и он выдал свыше 30 тысяч виз в Китай и Японию. Японский консул, который выдал 30 тысяч виз. Этих евреев погрузили в поезда и через Сибирь отправили в Китай. И много их осело в Шанхае. И когда уже в конце войны, когда союзники бомбили эти города и бомбили Шанхай, помните, я вам рассказывал, что ни одна бомба не упала в еврейские кварталы. И они говорили, с вами Бог. И когда объявляли сирену там выла, они не прятались по бомбоубежищам, а они бежали в те кварталы, где жили евреи. Это удивительное и замечательное свидетельство. И в момент окончания антияпонской войны в Шанхае свосерилось где-то 27 тысяч евреев. Многие позже уехали из Соединенных Штатов, в Канаду, в Австралии и в Латинскую Америку. В Манчжурии, помните, мы говорили, Манчжоуго, в Манчжурии это тогда китайская восточная железная дорога, скопировался тоже десятки и сотни тысяч евреев. И самое удивительное, что японцы к евреям стали относиться очень хорошо. один японский генерал он прочитал вот этот знаменитый помните записки сионских мудрецов, которые были изданы. А японцы плохо относились к русским и японцы плохо относились вообще к европейцам. Хотя они Гитлера признавали, но Японию все-таки они считали выше Гитлера. Поэтому когда он прочитал это, он увидел, какие евреи богатые, какие евреи умные и как они этих нехороших русских разорили. Значит евреям надо помочь. И был проект с созданием в Манчжурии еврейского государства. Даже я видел в интернете флаг. Но знаете старый японский флаг? Теперь Японии только круг красный на белом фоне. Тогда были лучи солнца еще. И вот этот флаг с лучами солнца. И здесь белые маген давид. То есть японцы конкретно пытались сделать государство евреев. Вот такие бывают удивительные вещи. Где японцы, где Китай? и в Японии сейчас значит где-то так получается около двухсот тысяч христиан ну может быть сейчас до полмиллиона доходится на сто семьдесят миллион населения Японии. Потому что у них было больше христиан. Но они уничтожили во время войн за объединение Японии. Если мы будем говорить об этом подробнее как-нибудь и после этого христианство как-то в Японию не идет. Япония это страна которая поражена конкретно духом смерти. Я вот смотрел недавно фильм про Японию там масса идолов ужасная вообще страна. Но несмотря на то что там есть где-то может быть около пятисот тысяч христиан около пяти миллионов японцев признают себя евреями. Из них генетически евреев там может быть десяток наберется. Но это группа которая приняла добровольно иудаизм. И когда было пятидесятилетие образования государства Израиль когда было пятидесятилетие государства Израиль где-то большая делегация японцев японских евреев тоже прошла по Иерусалиму. То есть очень интересные вот такие вещи. В России было много так называемых жидовствующих вот причем даже среди казаков среди казаков мы о жидовствующих немножко поговорим попозже есть иудействующие инки да помните инки в мое время остаться инка у них там был коммунизм да это в Перу да и вот один из таких перуанцев ставших евреями вот его зовут Гонсалес он говорит рассказ и действует о себе так Гонсалес родился в семье с крепкими католическими традициями библейский наказ утверждения себя на путях господа не был для него пустым звуком он жаждал веры но постоянные сомнения не давали ему утолить эту жажду и поразительно чем больше он слушался в церковной песнопения колокольный благовес тем острее чувствовал как вязь католических кружев подобно невидимость завеси отделяет его от бога он стал искать бога и он начал читать библию в юности Гонсалес растутся с поразительным обстоятельством все что было связано с евреями их традициями преследования которые подверглись катастрофы вызвало в нем повышенный интерес он не мог объяснить даже самому себе и трудно было понять почему беря в руки библию он открывает ее по-еврейски с конца я делал это совершенно безотчетно как еврей который просто не представляет себе что можно вести себя иначе когда мне надо было помить миску я не просто мыл ее а по сути совершал процедуру омовения как это принято у религиозных евреев позднее я узнал что именно так следует делать по галаке маму это выводило из себя ее злили мои странности меня и самого это удивляло но я не мог изменить свои привычки словно какая-то мистическая сила давлела надо мной и он продолжал поиски богов и в результате он и множество его единомышленников они стали иудеями вот есть люди которые называют себя Бни Маше в Кахимарке в 1961 году лидером их был Сигульда Вильнуэва который принял впоследствии еврейское имя Зрубави Цаткия сейчас он живет в Израиле этнохрахи находят удивительные совпадения между культурами лежащие на двух полюсах античной средиземноморской и индейской созданной племенем Майя невозможно понять каким образом древнеегипетские пирамиды и пирамиды Майя казались так похожи друг на друга некоторые предполагают что корабли царя Соломона борозили просторы Индийского океана и доходили даже до Поднебесной Китая то есть некоторые считают что они может быть доходили даже до Латинской Америки да и кроме того влияние маранов кто такие мараны были это были испанские евреи которые приняли христианство да хорошо да делаем перевер